здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас будет небольшая распаковочка а кто следил за моими может видео ответами или там на стриме присутствовал те уже поймут про что пойдет речь я очень очень давно хотела себе паучка вот но как вы знаете арслан их не сильно любят как тут у него не сложилось и я очень долго его уговаривала и вот наконец он мне разрешил и я приобрела прям мечту своего детства я первый раз когда в жизни увидела паука мне было лет 14 я увидела огромного чисто черного такого угольно-черного здоровенного паука и это была грамостола пульхра и наконец-то она у меня есть даже 2 вот сейчас мы будем их высаживать я вам покажу как выглядит паучок ну данные особи еще маленькие где-то три сантиметра по телу а вообще они вырастают где-то до семи восьми сантиметров по телу и 16-18 сантиметров у них размах ног это конечно не так много но паук довольно таки громоздки поэтому выглядит это просто потрясающе данный вид паука обитает на юге бразилии и уругвая вид считается совершенно не агрессивным собственно это еще одна причина почему выбор пал именно на него потому что как такового опыта с пауками у меня нету то есть у меня был один паук когда-то там давно вот и поэтому опять на него решились опять и поэтому опять когда решила заводить паука решила выбрать довольно таки спокойного но то что мне нравится именно внешне а пауков я получила от известного у нас питере пауковода а кирилла кравченко ссылка на его группу будет в описании советую вам зайти посмотреть давайте приступим к подготовке террариума под этого паука и кстати почему еще пал выбор именно на них потому что наши температурные условия идеально подходит под этого паука то есть у нас фон где-то 27 28 градусов до 26 ночи опускается а для этого паука как раз температура необходимо от 24 до 28 на самом деле банка такого размера что ну для малыша на всяко подойдет а более того и этому пауку хватит на всю жизнь как вы знаете пауки живут довольно таки долго 20-25 лет у меня на самом деле как я уже сказала был опыт содержание паука но это был такой относительный опыт то есть я просто захотела паучка нашла какой-то сайт в москве в то время я еще жила в москве приехала выбирать и купила лосиадору почему-то он выбор пал на нее продавец посоветовал именно ее я покупала уже во взрослом состоянии самку а паук огромный сразу скажу на руке ни разу не брала тогда еще как-то никакого отношения особо к террариумистике не имела и не знала как это делать что правильно неправильно он просто у меня сидела в террариуме я просто его кормила и он доставлял мне кучу удовольствия клевый паук был я его при переезде в питер из того что арслан был слегка против таких животных у нас дома отдала друзьям вот дальше его историю не отслеживала так вот почему почему я тогда пульхру не приобрела есть честно не знаю по моему это было связано с ценой то есть на тот момент пульхар была дороже и почему-то вот как-то я приобрела другого паука а потом пульхру меня долго не выходила из головы и вот прошло уже так лет наверное восемь десять и я вернулась к этой затеи вернулась к уговорам своего мужа чтобы вы на танец им завели и наконец-то я добилась своего так а субстраты предварительно уже увлажнила смешала с вермикулитом этот вид требует 60 70 процентов влажности собственно как и остальные виды пауков они любят переувлажнение все довольно таки стандартно кормление у него тоже стандартная то есть паук для новичка вообще идеальный вот такого как я новичка то есть вообще я думаю я с ним справлюсь а главное не масса удовольствия принесет особенно когда вырастет когда будет большим вообще этот паук и как я уже сказала наземный следовательно ему особо коряги не нужны то есть в природе он там прячется в корнях и так далее но как пишут на разных сайтах я почитала этот паук любит субстрат туда-сюда переносить гонять я думаю мы положим ему листья чтобы жизнь его была чуть-чуть поинтересней в этом большом сейчас для него террариуме вот алисе кстати говоря уникальные арслан их привез с ганны сам собрал сам привез молодец и вот теперь мы паучку положим несколько листочков кстати говоря предыдущий паук который у меня был у меня вообще у него ни листочков ни коряк не лежало лежали просто была просто поимка и субстрат поэтому хочется положить я не знаю про это я увидеть не буду наверное но и ничего страшного главное чтобы ему было комфорт я надеюсь он это оценит он она сейчас пока вы не знакомы там паров а половая зрелость у этих пауков у самцов в 2 в 3 года у самок 3-4 так что у меня есть надежда что самец и не живет до половозрелости самки вот эту штуку я еще поставлю но это скорее для паука это для красоты и террариума потому что паук как я уже сказала не древесный он наземный и ему это не сильно надо почему бы нет ему это мешать не будет всяко может быть мало ли оценят приблуды всякие такие вот поилочку я буду использовать крышечки из-под кока-колы потому что паук маленький сейчас вы это увидите как по мере роста будем увеличивать поилку но здесь у нас чистая вода сейчас забыла еще эту бутылочку налить не буду уходить кстати говоря вот чтобы прям пили когда у меня жил паук чтобы он прям пил я никогда ни разу вообще не видела что он подходил к поилке но я думала он это делал то есть я просто обновляла воду у меня тогда еще было поилка экзотеровская то есть такие вот они как как типа как каменные она постоянно загрязнялась туда субстрат периодически заносил я ее мыла то сейчас просто воду меняла так террариум готов что дальше делаем дальше берем паучка начнем с самки кстати говоря может быть наконец таки когда он вырастет я смогу на его взять потому что очень очень хочется как я люблю новые террариум они еще вот от воды не получили такого налета который потом очень тяжело отмывать такие все красивенькие чистенькие но пауки относится к тем я не знаю как вообще у них кто-нибудь убирается не убирается как вообще с ними то что они не сильно грязные животные только если паутиной не знаю как у пулька с паутиной вот который у меня был паук она вообще не пила паутин один раз когда у нас отопление выключили она где вентиляции скоток уголок был она его забрала паутин видимо холодно было маленький за короткую кисточку попробуем переманить туда ну смотрите какая красота просто сказочный паук ну я не знаю он же с момента возрастления будет становиться таким уголь на уголь на черном это будет лучше видно это же просто идеально малыш давай мыть и мы зая не глаз будет смотрите как убежал такой хорошенький и сейчас замыкать и все это видео было один из последних разов когда я его видела тоже такой большой террариум боже мой какой красивая просто сказка так давайте с ними закончим закроем его пусть осваивает новое жилье так с дверью наверно надо будет здесь скотч закрепить чтобы она не сдвинулась сейчас у маленьких не сдвинет а кстати взрослые пауки они ничего так соображают как это делать могут сдвинуть крышечки блин вот так клево она сейчас пока я думаю про этого паука это будет последний сюжет показывать особо нечего но когда он чуть подрастет у меня и я вам конечно буду еще его показывать кстати он так удобно сел чтобы второго рядом поставить чтобы пол сравнить сейчас я обустрою жилье для второго паука и вам покажу это будет более ускоренном темпе вот у нас самец я обещаю что когда-нибудь научусь сама это все различать давай малыш у тебя новый дом хочешь куда-нибудь на коряшку давай давай вообще меня просто безумно завораживает как эти пауки передвигаются ну вообще не эти а все пауки передвигаются блин высота я же наземный паук ты что творишь а кстати говоря когда мы с Русланом были в Америке в Аклахоме я в природе поймала птицееда просто огромного птицееда на тот момент я вообще не представляла как их брать в руки как чего потому что у меня был только один паук и которого то есть я просто вот так вот поставила он сам вышел убрала аккуратненько забрасывала еду и там убирала что-то у него а вот а тут я увидела поднимаю камень то есть ну какой-то смотрю там огромный ну где-то вот такого размера птицееда а у меня ни телефона ни камеры ничего нету а снять то хочется его то есть ну показать всем и вот в тот момент я научилась брать пауков в руки я просто сообразила как это сделать вот так схватила его может быть Арслан вставит фотографии этого момента как я ему принесла и показала просто в руках птицееда там еще жуткий ветер но я его просто несла вот так в руках мне же хотелось показать чтобы он сфаткал его в общем замечательный был момент в том что мне паучки очень нравятся никакую ездила за жопку потрогать родной ты у меня наземный ну ладно если он будет пользоваться корягой я буду только рада я буду его чаще видеть сильно меня не ругайте как я сказала у меня особого опыта в плане пауков нету но если вам понравился этот видеоролик если вам интересно этот то я могу загрузить еще одну распаковку с пауком да из этого же источника я получила еще одного паука это была моя вторая просто это же мечта безумно красивый паук так что пишите в комментариях если вам это надо я покажу все вот спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пока пока пока